Окей? Но на вере пауры, сэмпре кон те. Ти протега, ти айуто. Але! Але? Лясточка моя. Девчонки, все время телефон автоматически переворачивается и показывает мою шею и мои красные губы. Сейчас не до меня, не до моей шеи, не до моих красных губ. И, в общем, знаете, видимо, она надеялась, что мы будем спать вместе, а тут вместо того, чтобы спать вместе, еще увидеться с Марковой, приезжает дедушка. Я, как начала тоже вместе с ней плакать, я просто вот была в шоке, я не ожидала такого. Обычно она говорит, ой, я не хочу дедушку, но все равно спокойно идет к ним машину, к дедушке и бабушке. Я такая была в шоке, начала ей говорить, не переживай, я сейчас должна идти на работу, я завтра обратно вернусь к тебе. Теперь я не буду пропадать на целый месяц, я буду даже во время паузы приезжать, там музыка, во время паузы приезжать к тебе в детский сад, хотя бы на 10 минут увидеться, успеть. Вот, боже, ну что такое, сегодня какой-то невезучий день, то машины. Я в шоке просто. Меня преследуют сегодня машины и музыка. Машина. Всем привет, всем добрый день. Бабушка, я бабушка, Жамина, Жамина. Бабушка Жамин, как говорит Мелисса. И, в общем, что получилось. И я в шоке, я плакала, пока шла на работу, вообще всю ночь не могла уснуть. И решила вчера поехать, увидеться с ней хотя бы на 10 минут, потому что мне в 4.15 уже на работе надо быть, 4.15 после обеда. Да как назло еще и трамвай сломался. А там до последней остановки, до трамвая. Потом оттуда еще на автобусе надо. Трамвай сломался, я в шоке. Я говорю, другой трамвай не приедет. Он говорит, как он приедет, другой трамвай? Он что, перепрыгнет меня? Одни же рельсы, шофер говорит, трамвая. В общем, я позвонила одному чуваку, как раз, который там в той зоне живет. Он меня подвез. Я увиделась 10 минут с Мелиссой, дала ей ее вот эту клубнику любимую, йогурт. У нее же ассоциация, когда видит меня, это клубника, малина, йогурт, яблоко, там, груши, и все такое, короче, ее любимые эти. А потом приехали бабушка с дедушкой, забрали ее. А я поехала быстренько на работу, не опоздала на работу. Вот такая вот история случилась. Плюс у Мелиссы во время бассейна выходили такие гной, желто-зеленый из глаз, конъюнктивит. В прошлом году тоже у нее был конъюнктивит. Я ей говорила, я говорила несколько раз им, что у нее конъюнктивит, надо немножко капли, там, все такое. Никто не обратил внимания. Ой, это от ветра, это просто пыль, это аллергия. В общем, когда я ее уже повезла в Лиду, где ездила на море, она проснулась, у нее вообще все слиплось первый день после сна. Вообще она даже ресницы не могла открыть, такая сидит. «Но-но-но-но, Аюта, бабушка, помоги, помоги, ничего не вижу, не могу открыть глаза». Я сразу с ней побежала в фармачу, в аптеку купила, показала глаза ее, купила то, что дали, без антибиотиков, капли. Тоже где-то в 30 евро обошлось капли, такие стерильные салфетки. Это я вот для мам, да, маленьких детей, и для бабушек, у кого есть дети, конъюнктивит и все такое. И опять в этом году, опять, и она все время чешет эти глаза. У меня у самой в детстве был конъюнктивит, и я знаю, что это такое. Но тогда люди не знали, наши мамы, наши бабушки не знали, что можно лечить каплями. Может, тогда и капли этих не было от конъюнктивита, не знаю, в советское время. В общем, все время мне, я помню, моя бабушка говорила, ой, надо своей же мочой промывать. Ватой они брали мочу мою, и ой, это было нечто. В общем, вот эти всякие народные лечения или чайными пакетиками там, в общем, всякая фигня, от которой вообще не проходит, потому что это бактерия, имеется в виду. Вот я только что все просто досконально узнала в гугле, что такое конъюнктивит у детей. Во-первых, это бактерии, это стрептококки, стафилококки, всякое может быть. Или при родах берут у матерей, у которых там венерические заболевания, или в жизни заражаются от других детей, и все такое. В общем, или вирусная может быть, или аллергия. Но это у нее не аллергия. Когда аллергия, слезы капают белые, а у нее самый настоящий гной из глаз. Пока мы были в терме, у нее выходило и выходило из глаз. Я и чистила, чистила, они все выходили, эти гной. Я сразу же вчера побежала в аптеку в центре, на пиаце, купила ей опять же в той же аптеке, как в прошлом году, капли стерильные, одноразовые, без антибиотиков. И поговорила с докторессой. У нас в аптеках все докторессы, которые в университете учились на фармачистов медицинском. И взяла эти салфетки одноразовые, чтобы вытирать, чтобы не вытирали там полотенцами грязными, все такое, грязными руками. В общем, что получилось. Отправила фото моей невестке, все такое. Говорю, вот хочу встретиться с Мелиссой на 10 минут, привезу эти лекарства. Все бегом-бегом. И бабушке здесь, бабушке, говорю, вот, говорю, купила лекарство, 31 евро, пожалуйста, промывайте ей этими каплями глаза, капайте, там всего 10, 5 дней получается, да, 10 дней, да, неделю. В прошлом году за неделю у нее прошло. И говорю, еще салфетки есть, салфетками протирайте. Там было 20 салфеток стерильных, 10 я оставила, то ли 28 салфеток, половину я оставила воспитательнице, объяснила ей, что у ребенка конъюнктивит намечается. И она без конца трогает, и у нее, видимо, внутри там чешется этот конъюнктивит. А воспитательница говорит, боже, если у нее конъюнктивит, то ей нельзя приходить, это же заразная болезнь. Но это правда, это заразная болезнь. Пока не вылечит, надо дома сидеть, и все такое. А бабушка мне говорит, ой, да ладно, до сих пор есть прошлогодние дома. Ничего страшного, все дети вырастают, болеют конъюнктивитом, все дети вырастают с конъюнктивитом. У меня просто челюсть отпала. Вот я не сплетничаю, не говорю плохо о людях. Это констатация факта. Как можно относиться к ребенку вот с таким вот равнодушием, каким-то сказать, что ничего страшного у всех детей. Такими этими каждый раз ничего страшного, ничего страшного у ребенка. То хронический бронхит, то хронические сопли, то хронический кашель, то хронический конъюнктивит, ну сколько можно. Я вот только что прочитала в гугле, что надо даже не самолечением заниматься, не в аптеку бегать, а сразу к офтальмологу, чтобы проверили, из-за чего конъюнктивит они сразу видят сами. Плюс даже лучше, чтобы сделали анализы, какой там, какая бактерия. Ой, чтобы правильное лечение сделали. Вот о чем я хотела рассказать. Но я была довольна, что она успокоила, что у нее все хорошо. Вот, видимо, все-таки она так соскучилась по мне и так надеялась, что будет спать со мной. А вместо этого я ее вернула к своим там этим родственникам. И она вот... Если бы вы видели, как она меня крепко обняла, никогда в жизни так не обнимала крепко, как она начала... Вот прямо по-итальянски называется Пианджире Дисперата. Настасья Филипповна, как будет Дисперата по-русски? Вот она отчаянно, с отчаянием плакала, вот когда вот фильмы бывает, когда детей забирают у любимых бабушек или мамы, папы, социальные вот эти службы забирают, чтобы отдать в интернат или в детский дом. И дети вот крепко обнимут свою бабушку или свою маму и не хотят от них оторваться, отрываться. В общем, было такое... Я вообще в шоке была. И когда вчера увидела, что с ней все в порядке, я такая дала внутри себе слово, что я ее буду все время посещать, стараться посещать, даже во время паузы от работы, чтобы ей так грустно не было, как в этот раз. И не буду никогда ее на месяц оставлять. Буду встречаться с ней как можно почаще. И что я хотела сказать? Надо всегда вот правильно слушать информацию, которую они тебе дают. То, что она вот с четырех начала говорить. Киами, киами, Марко, Казама, дом Марко, 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 вот... Без конца мне вот информацию давала. Хотела вот донести до моего тупого ума, что она не хочет возвращаться домой, что она хочет со мной остаться. Но я все равно не могла ее брать, потому что я работала к вечеру. Поэтому вот такие вот иногда грустные истории случаются. поэтому надо уметь считывать из слов, из набора слов маленьких детей, считывать, что они хотят тебе передать, какую свою просьбу, какое свое желание. Понимаете? всем здоровья и добра. Проходила мимо этого дантистов. Здесь прямо как на фабрике делают зубы. И в этой клинике делала я тоже зубы. Ставила два импланта коренных зубов нижних. Ставила брикет полтора года. Все равно опять, когда сняли потихоньку, все равно опять сдвинулись зубы. Еще кривее стали. И одну коронку, один передний зуб, то ли второй, то ли третий, не помню. В общем, все вместе обошлось 9000 евро. Когда я еще жила в Венеции, проезжала из Венеции, это падало. Короче, надо ставить обратно брикеты на зубы. Зуб коронка, которую они сделали, вообще сзади разбилась, дырка была. И помните, Клауди, хирург тоже, стоматолог, дантист, он мне сделал новую коронку. В общем, к чему я это веду? Вчера, когда была в терме, позавчера, посмотрела зубы Мелиссы, у нее таких здоровых два кариеса, вообще половина верхних зубов, двух зубов съел кариес, но она так боится докторов, когда видит медсестро и доктора, она начинает орать, у нее истерика начинается. И я вот думаю, как можно ей вылечить кариес? Это, наверное, какое-то снотворное, успокоительное, дать ей обработать этот кариес стоматологу под воздействием успокоительного, снотворного. Она же будет дрыгаться, невозможно же будет ей сделать, почистить зубы. То есть полечить даже. Кариес же он может вообще до мозгов съесть, не то, что зубы. Желаю всем здоровья и добра, любви, как у лебедей. Посмотрите, как все зелено стало за неделю.